Вопросы поддержки бизнеса в современных реалиях. Женщины-предприниматели городского округа встретились за круглым столом, чтобы обсудить перспективы дальнейшего развития. В заседании приняла участие председатель Московского областного регионального отделения Союза женщин России Екатерина Багдасарова. Подробности о ее визите в Люберце в материале нашего корреспондента. Знакомство Екатерины Багдасаровой с люберецким женским бизнесом началось на предприятии «Фабрика природы». Его возглавляют две женщины – Седа Хункаева и Анна Хабарова. Компания выпускает продукцию из татарской гречихи. В ассортименте шоколад, кондитерская паста, варенье и даже чай. Мы самый крупный производитель шоколада по технологии Бентубар. Это от начала сырья заканчивая до выпуска готовой продукции. То есть какао-баба и все составляющие. Также мы производим уникальный гречишный чай. Он имеет полезные свойства, много магния содержит, полезен как детокс напиток. Как и все другие российские предприятия, работающие с импортным сырьем, компания проходит через определенные сложности. Но тем не менее фабрика не останавливается ни на день. У владелец есть планы по дальнейшему развитию. Ими они поделились с коллегами за круглым столом. Немного переориентируемся на другие рынки, на которых мы уверены, также будем не менее успешны. И будем поддерживать друг друга в такой непростой период. Будем не только компаниями, которые возглавляют женщины, но и большим сообществом, которое будет всячески друг друга помогать и друг друга поддерживать. Помогать и поддерживать обещают и местные власти. Те предприниматели городского округа могут рассчитывать на льготные кредиты, компенсации и стартовый капитал в размере 400 тысяч рублей. Я хотел бы вот этой девчонке, кто здесь вот находится во главе с Екатерой Юрьевной, искренне и удачи, и благополучия, и каких-то таких творческих, новаторских подходов во всем этом. Это очень важно. Это что не получается, вы подсказываете им. По ходу будем это все править. Кроме бизнеса, на встрече обсудили и другие темы – работу женских общественных организаций, а также реализацию благотворительных и социально значимых проектов. Екатерина Багдасарова вручила генеральному директору фабрики «Пихорский текстиль» Елизавете Терешкиной наивысшую награду Союза женщин России – памятную медаль дочерям отчизны.